У вас на огороде растет тыква? Чем так полезен этот овощ? Кому показано, а кому нет применения в пищу и как лекарство тыквы? Как приготовить вкусное лекарство с тыквой, чтобы зимой не страдать от нехватки витаминов? Обо всем этом узнаете, досмотрев видео до конца. Многие садоводы выращивают на своих огородах тыкву. У вас на участке растет тыква? Это травянистое растение с желтыми цветками и крупными плодами знают в разных регионах земного шара. Плод отличается красивым внешним видом, иногда вырастает до гигантских размеров. Самая огромная тыква выросла в Бельгии и ее вес составлял почти 1300 килограмм. Вы можете представить такой плод? И я не могу. На наших огородах зреют плоды весом от 3 до 7 килограмм. Они имеют плотную оболочку и поэтому могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Чем же полезен этот овощ? В тыкве содержатся практически все необходимые витамины и минералы. Она превосходит по концентрации все другие фрукты и овощи по содержанию каротина, который в организме превращается в витамин А. Именно он поддерживает остроту зрения и не дает развиться катаракте и глаукоме. В большом количестве присутствует витамин Е, способный замедлить процессы старения. Есть витамин К, позволяющий синтезироваться белкам и регулирующий свертывающую систему крови. Концентрация витаминов С, группы В, ПП улучшают нервную проводимость, повышают скорость окислительно-восстановительных реакций, укрепляют иммунитет. Кроме витаминов тыква относится к продуктам, богатым клетчаткой, пектином, минералами и медью. Это позволяет употреблять ее лицам с различными нарушениями обмена веществ. Использовать тыкву как естественный катализатор различных превращений в организме. Продукт низкокалорийный, что является дополнительным плюсом, особенно тем, кто стремится уменьшить показатели напольных весов. Кому показано, а кому нет употребления тыквы. Тыква положительно влияет как на мужской, так и на женский организм. Пользуется успехом у детей и лиц пожилого возраста. Показано при проведении разгрузочных диет. Случаи восстановления после тяжелого заболевания поможет повысить гемоглобин и усвоение организмом железа. Пригодится при различных кожных заболеваниях и нервных стрессах. Употребление семян показано при повышении артериального давления и мужчинам при развитии проблем с предстательной железой, особенно возрастного характера. Беременным женщинам окажет помощь при возникновении тошноты и рвоты. Является средством профилактики инфекционных заболеваний, так как повышает активность иммунной системы. Поспособствует очищению организма от токсинов и радиации. Регулярное использование тыквы нормализует водно-электролитный баланс, избавит от отеков. Плоды поспособствуют нормализации функции кишечника, избавят от дисбактериоза и запора. Кому нельзя есть тыкву? Противопоказана тыква при острых воспалительных состояниях в желудке, наличии аллергии на нее при диарее. Как же лучше приготовить плод и какое лекарство можно сделать на зиму? Приготовить из тыквы можно много различных блюд, употреблять ее надо в запеченном или отварном виде. Можно использовать для первых блюд, делать запеканки, класть в кашу и овощные рагу. Отдельно применяются жареные семечки, как перекус или добавка к гарниру. Хотите сделать вкусное лекарство для повышения тонуса организма в зимнее время? Вот что надо делать. Для приготовления понадобится 400 г мякоти тыквы, 150 г жидкого меда, 2 лимона или 1 лимон и 1 лайм, 100 г сахара, 50 г имбиря, уже очищенного. Как готовить? Все очень просто. Имбирь, лимон и тыкву следует пропустить через мясорубку, сахар если крупный тоже прокрутить. Лимоны ошпарить кипятком и удалить косточки перед измельчением. Далее все перемешать и лекарство готово. Хранить надо в холодильнике, это лучшее средство для поддержания сосудов в зимнее время и профилактики респираторных заболеваний. Употреблять следует ежедневно натощак по десертной ложке. Применять можно всем старше 15 лет. Противопоказанием являются острые заболевания желудочно-кишечного тракта и аллергия к продуктам, входящим в состав смеси. Не болейте!